Поможем всем мирам. Жительнице Якутска необходима пересадка костного мозга. Мария Садовникова, у которой рак крови, оказать помощь могут только местные жители. Донор должен совпадать со сложным, свойственным народу сахагенотипом. Подробнее расскажет Юлия Великодная. Мария Садовникова с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. После курса лечения, который привел к ремиссии заболевания, все-таки необходима пересадка костного мозга. На сегодняшний день такую операцию в Якутске провели 20 нуждающимся. 80% это были свои собственные клетки пациентов в период ремиссии, а в остальных 20% от родственников. У меня есть 6 недель. Это на самом деле не критичный срок, потому что 6 недель это на поиск и нахождение донора. То есть это идеальный вариант, донорская пересадка. Есть альтернатива. То есть в конце 6 недель у меня опять будет консилиум, будут рассматривать, нашли донора, донорская, не нашли. Будет аутоиммунная трансплантация, это пересадка собственных клеток. То есть у меня же берут, мне же сажают. Точно так же двумя способами, как и у донора, например. Маше 27 лет. У нее есть мама, муж и дочка, которой полтора года. По словам врачей, подобрать донора можно только среди якутов или тех, кто имеет якутские корни. У народа Саха генотип, информационный код сложный. В генотипе якутов есть очень много различных сочетаний, которые появились благодаря историческим периодам развития территории Республики Саха-Якутия. Ну, во-первых, это основные народы, которые населяли эту территорию. Это Саха, Вены, Венки. Найти близнеца по крови очень непросто. Поэтому Мария просит жителей Республики отнестись к акции с большой ответственностью. Осознанно прийти к вероятному донорству. Так как для выявления генотипа используются дорогостоящие реагенты. А типирование проводится 2-3 недели. Если люди идут и думают, а я сдам, ну, потом откажусь, так лучше даже не приходить. Потому что это тратится, опять-таки, средства, время, лаборатории, фонда и самих пациентов. Потому что пациенты все это время ждут с надеждой. И не только я, другие пациенты. В данный момент есть и кутяне, и очень много детей. Друзья Марии помогают девушке в сложный период ее жизни. В том числе и в организации акции. Сегодня кровь сдают и в Москве, и в Петербурге. А с 3 по 5 мая желающие якутяне смогут подойти на станцию переливания крови в Якутске. Участие в акции включит вас в национальный регистр доноров. Важно понимать, что донорство костного мозга безопасно для человека. А донору предусмотрено денежное вознаграждение. Юлия Великодная, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.